Для этого фокуса мне понадобятся 4 короля, ваше внимание и еще одна группа карт, в которой находятся просто 4 черные карты с цифрами. Теперь смотрите, одну из них я сейчас просто отложу в сторону вот так, потом возьму короля, помещу его к трем оставшимся и лишь благодаря щелчку он вмиг исчезнет отсюда вот так. Я сделал это снова, смотрите внимательно, откладываем еще одну черную карту, берем короля, помещаем внутрь, делаем тоже просто щелчок и он вмиг пропадает отсюда, как и прошлый. Вы уж меня извините, но мне нужно сделать это точно так же с двумя оставшимися королями, именно таким образом и работает фокус, щелчок пальцами и этот король тоже пропадает. Можете, кстати, пока подумать над тем, как это работает. Вот я откладываю черную карту, беру короля, это именно король, помещаю его внутрь, просто щелчок и видите, он исчезает. Если вы подумали, что короли волшебным образом окажутся здесь, то я, наверное, вас немножко разочарую, но уж точно удивлю, потому что в этой группе карт находятся 4 туза. Приветствую вас, друзья! В этом видео вас ожидает обучение очередному карточному фокусу с неожиданной концовкой, я знаю, что вы такие любите, но прежде чем мы начнем. В моем магазине уже доступен предзаказ карманных фокусов, целых 4 новых продукта, 3 карты Монте, стендап Монте, игра тузов и выбор дамы. В комплекте будут идти все необходимые гав-карты, а также подробное обучение от меня, с лайф-демонстрациями и всеми делами. Больше информации об этих фокусах вы получите уже в обзоре, который выйдет в день релиза 11 марта. Ну а сейчас, если вы точно знаете, что купите эти продукты, вы можете сделать это по уменьшенной цене. Ссылка в описании. Ну а теперь переходим к обучению. Как вы можете заметить, в этом видео я использую карты Tally Home. У меня в магазине продается много разных вариаций этой колоды, синие, красные, с разными видами рубашек, поэтому если эти карты вам понравились, можете переходить по ссылке в описании и закупиться ими. Подготовка к этому фокусу выглядит следующим образом. В группе карт, в которой у вас якобы находятся короли, вы раскладываете карты вот так. Король, туз, потом король и туз. И они не должны совпадать по цветам или по мастям, главное, чтобы лежали просто через одного. После чего вы просто откладываете эту группу карт в сторону и переходите ко второй группе, в которой якобы находятся 4 черные карты с цифрами. На самом деле тут только 3 черные карты с цифрами и 2 туза, которые лежат, соответственно, на второй и третьей позиции, если смотреть со стороны рубашек. Я для этого фокуса, как вы можете заметить, выбрал девятку и две восьмерки. Вы можете выбрать любые другие карты с цифрами. Десятки, семерки, шестерки, как вам будет удобнее. И подготовившись таким образом, вы готовы показывать этот трюк. И для начала вы должны показать зрителю, что у вас тут якобы находятся 4 короля, которые вам, собственно, и понадобятся для этого фокуса. Давайте я пока уберу вот эти карты, чтобы они вас не отвлекали. И первое, что вы должны сделать, это подготовиться к двойному подъему. Если вы не знакомы с этой техникой, то переходите по подсказке или по ссылке в описании и учите ее. Я там для вас подготовил отдельный плейлист, посвященный двойному подъему. Так что имейте в виду, эту технику должен знать каждый фокусник. Вы делаете двойной подъем, показывая зрителю короля. Хотя за ним, как вы можете заметить, прячется туз. После чего, перевернув эту карту, вы просто откладываете верхнюю на стол, соответственно, туза. После чего вы слистываете короля, показываете зрителю вот так две свои руки. То есть вы переворачиваете короля, и вот эти две карты за этим королем, как вы знаете, прячется туз пик. И вот таким образом вы показываете зрителю этих двух королей. Потом откладываете верхнюю карту на стол, то есть второго туза. После чего вот этим королем, который у вас находится в правой руке Если вы правша, если вы левша, то делайте все то же самое, что и я Только наоборот Вы вот таким образом подбираете вот эти две карты, которые лежат у вас на ковре А карту, которая находится в левой руке, то есть второго короля Чтобы еще раз засветить Просто вот таким образом откидываете, захватив между указательным и средним пальцами Вот так После чего вы его переворачиваете и кладете под низ Таким образом у вас получается следующая ситуация Вот у вас лежат два короля снизу и два туза наверху На скорости это выглядит вот так Показали короля, положили на стол туза, показали еще двух, четвертого и все это вместе подровняли Таким образом у вас получается снизу два короля, сверху два туза С этим разобрались, откладываем эту группу карт в сторону И теперь берем группу карт, которая лежала у вас по правую сторону Поднимаем и показываем зрителю, что у нас тут четыре черные карты с цифрами Делаем мы это с помощью знаменитой техники счет Элмсли Я вас этому приему уже неоднократно обучал Переходите по подсказке или по ссылке в описании и смотрите отдельный ролик А то если я вас во всех деталях и нюансах буду в эту технику тут посвящать К сожалению, этот ролик будет уже где-то полчаса длиться Поэтому смотрите внимательно это уже в отдельном видео Вы делаете счет Элмсли и показываете, что у вас тут четыре черные карты И вот кстати, как и в прошлый раз, так и в этом случае За счет того, что все происходит в движении и вы не акцентируете внимание на мастях Или на самих картах, зритель никогда не заметит, что вы тут два раза показываете девятку крести Это работает 100%, можете мне поверить В общем, сделав счет Элмсли, показав, что у вас тут четыре черные карты Ситуация у вас сейчас должна быть вот такая Вы переворачиваете эту группу карт и начинаете показывать сам эффект Вы достаете одну карту снизу, потом всю эту группу в левой руке переворачиваете И карту тоже переворачиваете, показывая, что у вас тут все черные То есть дополнительно убеждая зрителя в том, что все честно И потом вы переворачиваете левую руку и просто сдаете одну верхнюю карту таким образом на стол Естественно, это первый туз Вы его откладываете сюда, делая вид, что это типа просто черная карта После чего вы сдвигаете еще одну верхнюю карту в бок, кладете вот эту девятку на нее И теперь берете первого якобы короля На самом деле это один из тузов И вы кладете его вот так вот снизу, подкладывая на третью позицию в этой группе карт После чего вы вот так вот все ровняете, совмещаете И перевернув, делаете опять же просто счет Элмсли Делаете, естественно, щелчок, типа произошло волшебство И сделав этот счет, вы показываете, что этот король пропал После чего переворачиваете эту группу карт и делаете то же самое То есть вы просто берете одну карту снизу, показываете вот так все это дело Откладываете еще одного туза в сторону, сдвигаете следующую карту Все это вот в такое положение приводите Берете еще одного якобы короля, но на самом деле второго туза Подкладываете так на третью позицию Все это дело совмещаете, щелкаете пальцами, переворачиваете И показываете, что и этот король тоже пропал Потом все снова происходит, как и в первые два раза Опять показываете это все дело, сбрасываете уже третьего туза Сдвигаете вбок, берете третью карту из этой группы карт А тут уже, как вы понимаете, король, поэтому вы можете смело его показать И таким образом убедив зрителя в том, что все опять же происходит максимально открыто И честно, подложив вот так вот этого короля опять же на третью позицию Вы снова все совмещаете, щелкаете пальцами Делаете опять же просто счет Эмсли, показав, что этот король пропал Еще раз демонстрируете, что у вас тут черные карты Сбрасываете последнего туза сюда Сдвигаете опять вторую карту Берете последнего короля, опять его показываете Кладете в центр, щелкаете пальцами Переворачиваете эту группу карт Делаете счет Эмсли И тут же вы убираете эту группу карт, например, на колоду Просто откладываете ее в сторону Она уже не важна И теперь обращаете внимание на вот эту группу Само собой, зритель думает, что тут находятся короли Это логично Но он очень сильно удивится, когда вы просто щелкните пальцами И покажете, что тут находятся четыре туза Это очень крутой, неожиданный, бомбовый эффект Мне очень нравится И я думаю, что вы тоже согласитесь со мной Это один из самых классных карточных фокусов Который я вот выкладывал на канале Надеюсь, что вы его оценили И тоже будете показывать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...